добрый день уважаемые коллеги как хорошо меня слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат если видите и слышите меня хорошо спасибо я как всегда начинаю наш вебинар буквально двумя словами по поводу директ академии как всегда в самом начале нашего чата вы можете видеть две полезные ссылки одна из ведет первое ведет на наше интерактивное расписание вебинаров в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары запланированные до июня 2018 года то есть до окончания нашего учебного года и вторая ссылка это ссылка на наш учебный канал на ю тюбе на котором будет размещена размещается все записи наших вебинаров в том числе и запись этого вебинара тоже ведется и будет помещена там я так полагаю где-нибудь к концу проходящей недели и еще одна я хотел бы сделать еще одно объявление я хотел бы сделать анонс следующего нашего завтрашнего вебинара завтра будет у нас очень интересный вебинар будет вести сергей маскалев автор идеи и разработчик программы приложение пункта свечер ну это та маленькая утилитка которая стоит на компьютерах 90 процентов русскоязычных пользователей я бы даже сказал не интернет а всего информационного пространства чрезвычайно интересный человек очень интересные его идеи и вот это название пункта свечер истории легенды это то название которое я придумал это не потому что сергей такой не скромные да мое название история легенды для меня это приложение является легендой потому что она сэкономила в россии наверно больше времени чем многие проекты типа переноса рек и так далее это то маленькое но очень полезное приложение которое помогает каждому из нас ежесекундно буквально а вот так что я всех зову вас познакомиться с этим замечательным человеком и услышать про этот проект и по другие про другие проекты сергея а ну что ж напоминаю что все участники получат бесплатный именной электронный сертификат на ту почту под которой зарегистрировались а сейчас я хочу передать слово нашему сегодняшнему спикеру али анатолий нас носковой для озвучивания сегодняшнего сегодняшние темы связанные с ресурсом поступила онлайн очень интересным ресурсом но собственно алла сама все раз здравствуйте коллеги а я основа основатель этого портала его автор в общем то все задумки были придуманы мной еще в 2016 году а 1 сентября 2016 года он уже стартовал достаточно быстро мы его выложили в сеть и а с этого момента прошел уже больше года и течение года мы непрерывно развивали сервис пытались понять аудиторию что и нужно и уже задумали огромное количество дополнительных сервисов мы решили двигаться на рынок специального профессионального образования и также интегрировать сюда наш портал и ду маркет кто немножечко о себе а я с 2006 года занимаюсь интернет бизнесом а первый мой портал jobs market далее портал и ду маркет и еду и чейч посвященные дополнительному профессиональному образованию и вот портал посвященный высшему образованию и далее соответственно специального профессиональному образованию и дополнительного профессионального образования мы планируем закрыть все профессиональное образование предоставлением информации для возможности сравнения выбора обучающих программ портал имеет свои ноу-хау я сейчас о них расскажу это в каком-то смысле уникальный портал и огромное количество функционала который сейчас присутствует и доступен совершенно любому пользователю раньше не существовал я думаю что этим он и интересен то есть основная как бы принцип создания портала он основывается на двух вещах первое мы понимаем что каждый кто принимает решение о выборе вуза учебного заведения учебной программы находится в разном состоянии кто-то еще не определился с профессией кто-то думает уже о специальности кто-то думает какой же вуз выбрать которым есть эта специальность у кого-то есть проблема выбора конкретной программы очень заочно или там ускоренная программа или полная программа у кого-то есть проблема выбора факультета или какие-то другие то есть для того чтобы реализовать весь спектр сценарий выбора мы продумали о логистику сайта информационную логистику так чтобы каждый человек находясь в любой точке мог достичь свои цели в принятии решения для того чтобы это было возможно мы проанализировали соответственно объекты с которыми взаимодействует пользователь в процессе принятия решения такими объектами является но непосредственно профессия специальности направления обучения это синонимы специализация или профиль а конкретная программа или вариант программы а вуз и также есть появился такой спектр объект принятия решения как предметы и баллы егэ и вот а все это мы связали внутри нашей базы наши информационные системы и а теперь каждый пользователь находясь в любой точке принятия решения выбора может из этой точки достичь нужной ему цели вот установка этих связей это огромная огромная работа эксперта вот это очень непросто и мы для себя поняли что профессия является смыслом цели мотивации вообще всей деятельности людей на рынке образования и поэтому в профессии у нас является очень важным объектом у нас на сайте и мы очень прицельно работаем с профессиями и с профессиями и развиваем это направление буквально недавно я взяла на работу человека который будет заниматься именно развитием профессии и связи их связями между объектами принятия решения за год мы сделали колоссальный рывок в плане трафика а вот у нас есть компетенции сел есть компетенции контекстной рекламы но и в результате через год мы обогнали сайт учеба уже третью неделю мы находимся в топом устойчиво выше нашего ближайшего конкурента которую мы очень уважаем ценим мы считаем что сайт учеба 20 лет верой и правдой служил в россии вот но к сожалению как бы мы движемся именно технологическом плане и а мы уже опередили их и надеюсь что в ближайшем будущем просто мы будем двигаться еще быстрее потому что в наших ближайших планах достичь пять миллионов посетителей в месяц благодаря расширению товарной линейки то есть мы будем идти на спо и спо будем запускать уже в конце декабря начале января мы сейчас готовимся к запуску спо вот ну а курсы у нас уже есть готовый портал у нас есть все только мы хотим его реализовать в рамках бренда поступи вот и тогда соответственно аудитория наша вырастет в несколько раз нашего портала посетитель нашего портала это в основном пользователи мобильных телефонов и понятно что значительное количество детей ребят пользуются мобильными телефонами поэтому все проектирование дизайна а мы делаем от мобильного телефона то есть не в классике как сначала делается десктоп а потом уже делается адаптация к мобильному телефону у нас адаптивный дизайн и проектировать дизайн мы начинаем именно с телефона для того чтобы а не был бы максимально удобно пользоваться сайтом на телефоне кстати если говорить о мобильных приложениях то такой сложный а информационный ресурс в мобильном приложении реализовать но бессмысленно и имеет смысл именно делать адаптивный дизайн чтобы он адаптировался под любое устройство потому что огромное количество форма информации а вот ну и начнем собственно говоря сервисов то есть я думала что рассказать сегодня аудитории а вот потому что у меня для выступлений такие обычно такие более общем я использую более такие системные какие-то вещи здесь решила более конкретно пойти потому что мне показалось что нужно просто познакомиться с функциями портала и чтобы вы могли охватить да взглядом насколько вот уникальный это инструмент и как им можно пользоваться с точки зрения чем он может быть полезен если вы находитесь в роли родителя абитуриента и старшекладника если вы находитесь в роли профориентатора вот или если вы находитесь в роли а сотрудника вуза который хочет пробить продукты вуза образовательные и собственно говоря сам вуз и вот первая как бы плоскость анализа это наш сайт как как продукт для абитуриентов и старшеклассников либо профориентаторов это похожий фокус и я хочу сказать что те кто занимается профессиональной профориентации для вас наш сайт является инфраструктурой для профориентации потому что в конечном счете ваша задача помочь ребенку выбрать какую-то конкретную программу обучения вузе именно это позволяет сделать наш сайт позволяет это сделать максимально точно и просто вот поэтому в данной ситуации потом расскажу что мы планируем еще отдельно развитие сервисов для тех кто занимается профориентацией потому что мы видим в этом большой потенциал и так а если говорить о том насколько наш сайт понравился абитуриентам вот существует период принятия решения когда ребята в июне месяца да вот начинается огромный спрос на информацию связанную с выбором и принятием решения и мы это увидели воочию как это происходит и наш портал просто взлетел в топах и в результате мы достигли огромных показателей там 100 тысяч человек сутки ходила и смотрела да и так сервисы которые позволяют например с точки зрения когда я знаю какие я буду сдавать игры или же вопрос когда а какие же игры мне сдавать чтобы поступить туда или туда или чтобы стать там профессионалом в той или иной области вот такие вопросы у ребят возникают и мы анализируем поисковые запросы спрос на как бы вопросы такие и наш сайт пытается отвечать на такие вопросы вот для того чтобы ребятам это было просто сделать мы для них сделали буквально такую вот игрушку где они могут прийти и ответить себе на эти вопросы например какую программу бакалавриата или специалитета я могу выбрать по определенному экзаменам егэ или какие профессии я могу выбрать по экзаменам егэ или же какие вузы я могу выбрать или какие специальности могу выбрать на все эти вопросы отвечает наш сайт и соответственно ребенок а используя в мобильном телефоне вот такую простую форму может быстренько нажать то что ему интересно и получить соответствующий список который уже можно фильтровать по различным основаниям также на нашем сайте для тех ребят кто уже знает какие у них баллы егэ есть калькулятор егэ определение шансов абитуриента а в отличие от тех калькуляторов которые существовали до нас ну на самом деле хочу отдать должное не уши у них самый замечательный был калькулятор с самым большим объемом данных вот самый точный вот но он позволяет делать срезы по по всем вузам да и не позволяет делать срезы по конкретному вузу по конкретной программе по конкретной специальности таких следов он не позволяет делать вот и плюс он не формирует список программ он формирует список вузов то есть наш калькулятор отличается тем что он позволяет делать разные срезы. Я сейчас покажу, как это происходит. И он позволяет посмотреть перечень программ, вариантов, то есть в сцепке со всеми объектами, необходимыми для принятия решения. И этим он ценит, что у него есть такая уникальная компетенция. Это общий калькулятор, когда нужно вообще выбрать любые вузы. Калькулятор можно фильтровать по городу и смотреть, соответственно, вузы конкретного города. Можно смотреть конкретную программу обучения в разных вузах, сравнивать. И можно узнать свои шансы в конкретном вузе, на конкретном факультете или конкретной программе конкретного вуза. Все эти возможности есть на нашем сайте, потому что на каждом объекте принятия решения есть кнопочка, где можно сразу же перейти в калькулятор, отфильтрованный по необходимым настройкам и как бы сегментировать базу и принимать решения только в конкретной области. Вот так выглядят результаты калькулятора. Это список профилей обучения. И у каждого профиля есть варианты. Вот вы видите, варианты раскрываются, да? И варианты в различных вузах. Мы видим показатели, мы видим оценку шансов. Вот. И мы можем, соответственно, перейти и посмотреть конкретные варианты прямо отсюда. А варианты располагаются в порядке от максимальной шансы до минимальной шансы. И вот такой список можно анализировать. Все объекты можно, соответственно, сохранять. Со статусом сохранить или статусом буду поступать. выбор вуза и сохранение его в личном кабинете. То есть на нашем сайте все объекты принятия решения можно сохранять в личном кабинете для дальнейшего анализа и принятия решения, чтобы была возможность такая как бы записную книжечку все это сложить и потом уже анализировать. Вот вы видите, соответственно, список, у которого множество фильтров различных. Фильтры также строились, исходя из поисковых запросов пользователей. То, как мы видим, они интересуются и задают вопросы в поисковые системы. И видите список в личном кабинете, которые вузы сохранены, да, для дальнейшего анализа и принятия решения. Вот карточка вуза. То есть вот, опять же, очень интересный функционал. Настройка сайта по вузу. То есть если ребенок не определился с вузом, ему эта настройка не нужна. Он просматривает карточки вузов и смотрит. Но если он определился с вузом, ему может мешать другая информация, расположенная на сайте. И наш сайт можно отфильтровать не только по конкретному городу, но его также можно отфильтровать по конкретному вузу. И если вы установите эту настройку, вот здесь такое колесико есть. Вот нажав это колесико, мы фильтруем весь сайт по конкретному вузу и можем смотреть по этому вузу специальности, профессии, да. Мы можем проходить калькулятор ЕГЭ только в рамках этого вуза. Мы можем использовать все тесты профориентационные в рамках программ этого вуза. То есть получается дополнительного функционала очень много связан с конкретным вузом. То есть все, что есть на сайте, можно применить к конкретному вузу и принимать решения в отношении уже программ, факультетов этого конкретного вуза. Эта настройка есть как бы в VIP-варианте, те вузы, которые оплатили сервис модуля. Можно, соответственно, по этой настройке ребята будут переходить на сайт практически без нашего логотипа. Это такой модуль вуза, который использует структуру базы данных нашего сайта. Это необходимо для эффективной контекстной рекламы на самом деле, которая повышает и конверсии для вуза и дает возможность снизить стоимость контекстной рекламы. Вот этот сервис использует вузы уже. Но для ребенка это возможность просто визуализировать весь контент вуза в очень таком понятном для него формате. Потому что часто на сайтах вузов информация представлена очень-очень сложно для ребенка. Она находится в 10-15 разных файлах, PDF-ках, и все это сравнивать просто невозможно. То есть мы визуализировали всю эту информацию, чтобы ребенку это можно было легко сравнивать и принимать решения. Соответственно, у вуза есть свой список специальностей, можно посмотреть. Есть, соответственно, свой список профилей обучения по этим специальностям. Есть, соответственно, список факультетов и подразделений вуза по городам разным. Есть возможность посмотреть журнал абитуриента. Если вуз такой ведет, соответственно, есть какие-то новости, какие-то статьи по этому поводу. Есть календарь абитуриента вуза. Как правило, у нас все вузы стараются вести свои календари, потому что Дни открытых дверей – это достаточно популярное для абитуриентов мероприятие. И все его ищут. И, конечно, удобно, когда тут же у вуза есть собственные Дни открытых дверей. А ребенок может либо зарегистрироваться на День открытых дверей, если вуз принимает такие регистрации, либо установить напоминание, и мы напомним ему за два дня до начала мероприятия о том, что состоится тот или иной День открытых дверей. Вот это контент вуза. Все эти объекты, еще раз говорю, можно сохранить в личном кабинете. Соответственно, можно сохранить список вуза, можно сохранить специальности, профили и также Дни открытых дверей. И весь этот контент может находиться внутри личного кабинета абитуриента. Также очень интересный сервис профессии вуза. То есть это тоже все относится к вузу. Ребята очень часто не могут соотнести специальности. Специальностей очень много, и определить, какая специальность позволит стать тем или иным профессионалом, довольно сложно. А тем более профили, профили еще больше. Для того, чтобы сориентироваться, если ребенок знает, что он хочет стать программистом или хочет стать пиар-менеджером, он может просто пойти на наш атлас профессий и уже оттуда получить список программ в данной ситуации конкретного вуза или список вузов, где он может получить ту или иную профессию. Это я более подробно напишу. Вот атлас профессий в России и в городе. У нас есть сервис атлас профессий. Сейчас в нем 1191 профессия. Но уже сейчас мы работаем над профессиями специального профессионального образования. Их еще больше, чем в высшем образовании. То есть в данной ситуации представлены профессии высшего образования. Мы сейчас работаем над профессиями специального профессионального образования. Сюда будут входить еще профессии рабочих и профессии специалистов среднего звена. Вот, и всего у нас в атласе профессий будет порядка двух с половиной тысяч профессий, связанных с образовательными программами вузов и СУЗов. Вот, собственно говоря, ценность наша не в описании профессии, мы не стремимся делать развернутые профессиограммы, мы стремимся делать краткие описания профессий, достаточные для понимания, чем будет заниматься этот специалист, чтобы можно было сориентироваться вообще, что это такое. И наша ценность нашего атласа состоит именно в связях его с образовательными программами, образовательными учебными заведениями. Вот, атлас, соответственно, можно отфильтровать по городу, и атлас, по сути, это фильтруются те учебные заведения, те программы, которые позволяют стать тем или иным специалистом. У атласа есть также различные фильтры, фильтры по предметам ЕГЭ, а для СПО это будут просто школьные предметы, мы также будем связывать все профессии со школьными предметами, предпочтительными для каждой профессии СПО. Вот, это будут, соответственно, вот сейчас мы готовим новые фильтры для мальчиков и для девочек. Очень часто мамы, папы спрашивают, профессии для девочек, профессии для мальчиков, и дети сами так тоже ищут профессии. И есть профессии, четко ориентированные на больше мальчиков, ведь вообще туда девочек не допускают, например, столевар-профессию, да, туда не допускают девочек. Вот, есть профессии, четко ориентированные на девочек, и с этим мы тоже сможем помочь. Также есть такой фильтр, как перспективность профессии, мы в атлас включили профессии будущего, перспективные профессии, профессии востребованные, и можно, соответственно, также по принципу востребованности выбирать профессию. Ну и, конечно же, рубрикатор сайта, связанный с областью, областью профессии. Вот, здесь показано, что можно фильтровать по экзаменам, вот это очень частый запрос ребят и родителей, вот я там сдаю какие-то экзамены, кем я могу работать. Казалось бы, с точки зрения там системной логики, это не очень правильно выбирать, но, тем не менее, таких запросов очень много, и ребята именно так ищут профессии, они начинают с этой точки. И поэтому мы реализовали для них такую возможность. Они могут указать, какие они сдают экзамены, посмотреть, какие профессии. А это не просто как бы экспертная оценка, что вот этим профессиям соответствуют вот эти экзамены. Это все идет от программ вузов, в которых стоят уже экзамены. И поэтому это абсолютно точная информация с точки зрения принятия решения. И также можно отфильтровать, вот здесь показано атлас профессий по определенным областям знаний, там физика, химия или там технология машиностроения и так далее. Вот. У карточки профессии есть, вот я говорила, краткое описание. Если мы нашли интересное видео, мы поставили это видео. Но уникальная информация содержится в этой карточке, связанная с рынком труда профессии. Рынок труда профессии – это моя аналитическая работа, связанная с соединением нашего сайта, наших каталогов с сервисом Яндекс.Работа. Исторически так сложилось, что у нас Яндекс для нас, именно для нашей компании, сделал API от работ сервиса Яндекс.Работа. Это было связано с тем, что у нас был на сайте Думаркет, он и есть, калькулятор зарплат. И мы, когда решили применить его в сайте «Поступи онлайн», мы поняли, что это совершенно не годится, да, вот структура данных, которую предоставляет Яндекс. Нам надо было создать собственную структуру данных и написать запросы Яндексу. Для всех 1200 профессий я написала запросы, то есть вокруг профессии появился список должностей в формате Яндекса. То есть так, как у Яндекса собственная словарь профессии, они, кстати, достаточно у него агрегированы, вот, и пришлось это все соединить. И вы теперь видите, вот загружая каждую профессию, видите рынок труда профессии онлайн. То есть в момент загрузки страницы запрос идет в Яндекс, и вы получаете онлайновую информацию о количестве вакансий сейчас на рынке труда по этой профессии, о средней заработной плате по должностям этой профессии, о распределении самой популярной должности данной профессии по заработной плате, и о том, как средняя заработная плата по данной профессии выйдет в разных городах России. Вот эту всю информацию вы получаете онлайн, загружая страничку нашего каталога профессий. Эта информация, соответственно, если вы поменяете настройку по городу, вы получите рынок труда профессии конкретного города. Можете пойти на наш сайт и попробовать. То есть, соответственно, в Москве вы увидите более высокие зарплаты, меньше в Санкт-Петербурге, еще меньше в Екатеринбурге, но по каким-то профессиям все будет наоборот. Вот это вы увидите наоборот, что рынок труда профессии будет более высоким в регионах. Но это все можно моделировать буквально вот онлайн на нашем сайте рынок труда профессии. Также у профессии, что самое главное, есть список профилей, которые позволяют ее получить. У каждого профиля есть варианты, варианты обучения. И есть список вузов. Это, на мой взгляд, наиболее ценная информация для принятия решений. Потому что с этой точки можно идти дальше, анализировать и выбирать все пять зарядных профилей, пять зарядных вузов, на которые можно подать документы. В специальности вузов направление подготовки бакалавриата. То есть многие ребята уже определили специальностью, и уже знают, что они будут поступать на определенный сектор специальностей. В терминологии, чтобы вы понимали, специальность – это такой конструкт высшего образования, который предполагает встроенную систему из 55 укрупненных направлений, в которых есть нанесена специальность. У каждой специальности есть огромное количество профилей, специализаций. И, как бы, сейчас я говорила о специализациях, о профилях, а специальность – это будет все укрупненные. И вот некоторые ребята начинают принимать решения, оператор отталкиваясь от специальностей. Соответственно, можно пойти в каталог специальностей и посмотреть специальности, какие есть. Специальности вообще в России, специальности в конкретном городе. Можно их фильтровать по укрупненным направлениям. Вы также можете перейти на карточку специальностей, вы увидите все профили, которые доступны. Профили иногда очень сильно отличаются, и разные профили, они сфокусированы на подготовку разных профессионалов. Именно поэтому нужно при принятии решения о поступлении в ВУЗ или в СУЗ анализировать не специальности, а пробовать профили. Соответственно, можно также посмотреть, какие ВУЗы отлучают данные специальности. Но самый интересный и уникальный отчет – это заработная плата, это доустройство выпускников. Алла Анатольевна, я прошу прощения. У нас проблемы со звуком вашим. Будьте добры, переподключитесь к вебинару. Обычно после этого все нормально восстанавливается. Хорошо, сейчас переподключусь. Надо перейти еще раз по ссылочке, да? Спасибо. 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 Как сейчас меня слышно? Скажите, пожалуйста, как меня сейчас слышно? Отлично, да, слышите? Все, замечательно. Значит, я остановилась на том, что анализируя специальность, можно, соответственно, найти все профили данной специальности, все вузы, которые данную специальность реализуют, и уникальный отсчет, который основан на данных Министерства образования, это заработная плата и трудоустройство выпускников каждой специальности. Значит, вот эта общая карточка, вы можете посмотреть процент трудоустройства выпускников и можете посмотреть среднюю заработную плату выпускников. Эта информация абсолютно точная, основана на данных страховых фондов Российской Федерации о заработной плате людей, которые закончили тот или иной вуз. Поэтому мы соотносим эти все данные, мы их собрали из открытых источников Министерства образования и присоединили к специальности. Это можно видеть и сравнивать специальности между собой. Но когда вы будете смотреть специальность конкретного вуза, что еще более интересно, вы сможете увидеть не только, вы сможете увидеть, как это выглядит по России во всех вузах, и сможете увидеть, как это выглядит с точки зрения конкретного вуза, и вы можете проанализировать, насколько конкурентоспособны выпускники конкретного вуза по данной специальности. И эта информация, мне кажется, очень интересна для принятия решения. Это тоже абсолютно новое качество информации для родителей, выпускников и профориентаторов. Некоторые вузы, узнав, что у нас есть такая функция, закричали, ой-ой-ой, мы не хотим, чтобы там были наши данные. Ну, понятно, что эти вузы не очень себя уверенно чувствуют в плане конкурентоспособности выпускников. Профили и программы образования. Значит, я хочу сказать, что вузы, как правило, информацию о профилях не выкладывают в разделы для абитуриентов. И эту информацию они глубоко прячут зачем-то, потому что ее много, она находится в таких непотребных файлах. Я не беру те 20% вузов, которые делают это замечательно, и эта информация действительно у них присутствует на сайте. У большинства вузов информация о профилях не присутствует в разделе для абитуриентов. Мы же сделали уникальную работу, мы вручную визуализировали всю эту информацию именно по профилю, по специализации. Вот чтобы вы понимали масштаб бедствия, у такой специальности, как строительство, более 100 профилей. У такой специальности, как прикладная математика, более 100 профилей. То есть огромное количество профилей, которые готовят совершенно к разной карьере. И если вы будете выбирать по специальности, вы можете очень серьезно пострадать, когда узнаете, на какую же специальность в итоге взяли вашего ребенка. Потому что висит специальность психология. И это как бы реальный случай из практики наших консультаций. Ребенок поступал на психологию, готовился, сдавал ЕГЭ. Когда он начал подписывать документ о приеме, а прием по стандартам Министерства образования ведется на программы, а не на специальности. Программа называлась пенитензарная психология. И ребенок, конечно же, не мечтал всю жизнь работать с психологом в тюрьме. Или же наоборот, да, ребенок поступал на специальности технологии машиностроения и думал, что он сейчас будет работать где-нибудь на машиностроительном заводе. А когда он начал подписывать заявление о приеме, он увидел, что программа, на которую он поступил, называется ремонт горных машин. Это как бы не то, о чем он мечтал на самом деле, ради чего он учился и поступал. Они прибегают к нам в наши консультации ВКонтакте и пишут, а что же делать, как можно перевестись, а у них нет уже вариантов, они уже как бы все, поступили. Поэтому для того, чтобы не получилась такая ситуация, необходимо анализировать именно профили. Вот, и мы визуализируем профили, и вы можете выбирать именно профиль. У каждого в высшем образовании порядка 70% профилей, они не уникальны, они повторяются в разных вузах. И вы можете зайти на конкретный профиль и посмотреть, какие есть возможности поступить в разные вузы на этот профиль. Вот, но 30% примерно профилей бухгалавриата и специалитета уникальны. Это говорит о том, что данный вуз имеет научные школы в этих направлениях и реализует уникальные какие-то профили. Такие профили будут в единственном числе только у конкретного вуза. Вот, это все можно анализировать на нашем сайте и, соответственно, принимать решения по профилю конкретному. В профиле, соответственно, можно смотреть вот список, можно его фильтровать по огромному количеству фильтров, можно фильтровать по городу и смотреть в конкретном городе, и потом уже выбирать вуз. Можно это все сохранять в личном кабинете, то, что понравилось, и потом отсекать то, что неинтересно. То есть это инструмент для принятия решения. Вот, значит, структура описания профиля. То есть вы видите, что на самом деле оказывается, что один и тот же профиль в разных УЗах может иметь разные экзамены. И вот вы видите, что у конкретного профиля три набора экзаменов в разных УЗах. В один УЗ требуется информатика, в другой УЗ требуется физика, а в четвертый УЗ требуется еще и как бы экзамен в УЗе. То есть разные совершенно могут быть варианты поступления в УЗ. Это тоже нужно иметь в виду. Вот, здесь есть описание. В описании мы всегда берем учебный план профессиональной дисциплины, потому что именно профессиональные дисциплины показывают, кого готовит этот профиль на выходе, каким специалистом сможет стать человек после окончания данного профиля. Вот, соответственно, самая интересная закладка у профиля – это варианты этого профиля в различных УЗах. Варианты могут быть очно, заочно, после СПО, платно, бесплатно и так далее. То есть вариантов может быть большое количество в УЗах. И все эти варианты вот здесь одним списком с возможностью фильтрации по градам, с возможностью фильтрации по различным основаниям, форма обучения, платно, бесплатно и так далее. Это все можно фильтровать варианты профиля в одном УЗе. Множество УЗов, которые могут реализовать вот эту программу для вас. Вы можете это выбрать. Кстати, можно пройти тест шансов. Вот здесь нажать кнопочку и пройти тест шансов этого конкретного профиля и узнать, каковы ваши шансы поступления по списку УЗов данного профиля. Вот это как бы сегментация теста калькулятора ЕГЭ. Соответственно, что мы еще видим? Анализ варианта. Я более подробно показала, как можно анализировать вариант, просто чтобы вы посмотрели, что здесь есть для анализа. Здесь есть проходные баллы. Значит, все цифры на нашем сайте, поскольку так складывается ситуация, что цифры этого года объявляются в определенный период. Соответственно, все эти цифры мы меняем, как только происходит. Вот 1 октября произошло очередное обновление цифр. И у нас сейчас сидит штат наших модераторов, которые непрерывно обновляют эти цифры. То есть при наведении на любую цифру вы можете узнать год этой цифры. То есть все эти цифры имеют год. У нас в базе накапливается информация по годам, и мы можем потом строить уже графики по годам, как изменялись те или иные цифры. Вот вы при наведении можете посмотреть эти цифры, какого она года. Соответственно, можете смотреть. Эта цифра обозначает проходной балл средний бюджет, проходной балл средний платно. Вы можете видеть конкурс, количество мест, тоже бюджет и платно. И вы можете видеть стоимость обучения. И все это по каждому варианту. Очень подробная информация прямо в списке. Если вы хотите посмотреть детали, вы переходите по кнопочке «Посмотреть» и смотрите детали конкретного профиля. Сохраняя в базе у себя в личном кабинете, можно также не только конкретный профиль сохранить. Все сохраняется именно в том варианте, как вы его сохраняете для себя, для принятия решения. И мы, соответственно, у профиля тоже сделали раздел «Карьера и зарплата». То есть, конечно же, статистики Министерства образования по профилям нет, потому что ВУЗы не предоставляют такую информацию в Министерстве. Но у каждого профиля есть специальность. И мы сюда вывели для удобства пользователя информацию о карьере и зарплате выпускников по специальности, которая принадлежит профиль. Здесь это все указано, соответственно. И можно анализировать. Вот это общий профиль, а это профиль ВУЗы. И мы видим, что мы можем сравнить конкурентоспособность на рынке труда выпускников по данной специальности, данного профиля, данного ВУЗа. Это тоже, в общем-то, достаточно такая уникальная информация, которую вы можете получить на нашем сайте. Также у каждого профиля есть список профессий. И вот этой работой занималась лично я, соединяла профессии с профилями. И сейчас ей будет заниматься специальный человек, должность которого называется аналитик профессий. Вот сейчас я его обучаю, и мы будем дальше развивать это направление установки связи между профессиями и образовательными программами. Вот. Очень востребованный сервис календарь абитуриента. Вот так он выглядит на мобильном телефоне. Вот так он выглядит у нас на сайте, на десктопе. Это общий календарь абитуриента в России и в городе. Вот возможность фильтрации по... Дни открытых дверей не только есть общий университетский, они есть специализированные у конкретного факультета. И тогда мы устанавливаем связь с рубрикой, вот, с направлением обучения. И можно фильтровать дни открытых дверей по такому основанию. Вот. Ну, или бакалавриат, или магистратура. Здесь тоже это можно сделать. И выбрать нужный день открытых дверей, установить напоминание, вот, или же как бы сразу же зарегистрироваться на день открытых дверей. Журнал абитуриента. Очень популярный сервис на нашем сайте. Его смотрит огромное количество людей. Вот. Порядка 200 тысяч человек, вот, подписаны на этот сервис в Яндекс.Дзене. И как бы постоянно смотрят наши статьи. Мы мониторим все актуальное, что есть. Вот делаем... То есть мы выбираем информацию с рынка труда, которая может быть интересна абитуриентам. И стараемся сюда ее выложить. То ли это не уникальная информация, мы также нанимаем журналистов, которые пишут статьи. Я сама пишу аналитические статьи. И эту всю информацию мы выкладываем. И как бы даем некое такое информационное поле для абитуриентов, чтобы они могли тоже принимать решения. Вот. На сервис можно подписаться и можно смотреть его в Яндекс.Дзене. Яндекс.Дзен очень хорошо продвигает этот сервис. У нас много оттуда переходов. И мы видим, что сервис нравится нашим пользователям. И мы его развиваем и дальше. Отдельный блок нашего сайта – профориентационные тесты. Профориентационные тесты мы в данной ситуации не планировали как профессиональный инструмент. Мы понимали, что этим инструментом будет пользоваться непосредственно сам ребенок или родитель. И будут сами интерпретировать. Поэтому мы выбрали самые простые профориентационные тесты. Тем не менее классические тесты. Тест Резапкиной, тест Голланда и тест Климова. Вот. Значит, вот это интерфейс теста Резапкиной. Это, соответственно, плоскость выбора и как бы результат. Тест Голланда с результатом. И тест Климова. Вот здесь мы сделали немножечко свое решение, потому что мы визуализировали все профессии. Когда мы начали… Не профессии, а занятия, которые предлагает тест Климова «20 занятий». И когда мы поняли, что мы будем работать с мальчиками и девочками, то визуализировать занятия нужно по-разному для мальчиков и для девочек. Поэтому мы в этот тест предложили ребенку выбрать пол. И картинки предлагаем в соответствии с полом. Вот. Что, в общем-то, позволяет ребенку идентифицировать себя в большей степени с каким-то видом занятий и более точно выбрать для себя потом тип занятий. Вот. Ну, уникальность всех этих тестов, опять же, вот нигде вы не найдете связь этого теста с профессиями. То есть эти тесты связаны со всеми 100% профессиями нашего АПЛОСа. То есть, конечно же, такой информации нет. Это абсолютно уникальная информация, сделана лично вот вашим покорным слугой Аллой Московой. Вот. То есть мы связали. То есть я, как аналитик, внимательно познакомилась с тестами, чтобы вы понимали уровень моей квалификации. Я более 10 лет работала практическим психологом. У меня… Я закончила факультет психологии с ПБГУ. Вот. Я работала главным психологом Главного управления исполнения наказаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и строила сама с ноля психологическую службу в местах лишения свободы. То есть у меня есть практический опыт работы. Также в РУБОПе я работала психологом по персоналу, да. Я занималась консалтингом. Я работала директором по персоналу. И на самом деле у меня достаточно большой такой бэкграунд сложился в плане профориентации и карьеры человека. Вот. То есть я не просто как бы человек, который решил там сделать какие-то игрушки. Я реально профессионал в области психологии и профориентации. Соответственно, вот мы адаптировали эти тесты для того, чтобы они были более приятны и более просты в использовании на мобильном телефоне. Эти тесты также прекрасно смотрятся на мобильном телефоне, и их очень приятно и легко проходить в виде игры. Значит, связи с профессиями. Вот это самая ценная информация наших тестов, связи их с профессиями. Профессий достаточно много получается в результатах тестов, поэтому в результатах тестов есть возможность их фильтровать. Фильтровать также по экзаменам, также фильтровать по направлениям обучения и по перспективности. Теперь, если говорить об интересе к этому разделу сайта, профессии и тесты, я посмотрела, сколько же у нас просмотрено страниц с профессиями за год и за месяц. То есть за год у нас было просмотрено 16 миллионов, но у нас в какой-то период не было высокой посещаемости, потому что мы были новые сайты. Сейчас у нас посещаемость уже достигла миллион сто тысяч человек в месяц. Вот, порядка 3,2 миллиона страниц просматривают у нас с профессиями, только с профессиями, да, только с профессиями просматривается такое количество страниц. Это примерно 2,5 миллиона уникальных человек в год и почти полмиллиона, 465 тысяч человек уникальных смотрят профессии у нас в месяц. Это за октябрь статистика. А, тесты, да, популярные тесты. Почти 50 миллионов раз, 50 миллионов страниц просмотрено с тестами, да, то есть это вообще просто колоссальная цифра. Это за один месяц больше миллиона, да, страниц просматривается с тестами. Уникальные посетители страниц с тестами. Более 5 миллионов за год и 170 тысяч уникальных посетителей. И получены результаты тестов. Вот сколько мы показали результатов тестов. Больше миллиона, соответственно, за год и 150 тысяч в месяц мы показываем результатов тестов. Вот такие вот цифры, да, вот. То есть это такая профориентация в массовом масштабе. Вот, я бы так это сказала. Ну, конечно, профориентация на самом верхнем уровне воронки. Нужно двигаться дальше, более детально. Человеку помогать с выбором. То есть поскольку сайт имеет такую разветвленную структуру, да, он имеет много информации, некоторые дети теряются и нуждаются в помощи. На нашем сайте есть волшебная кнопочка «Консультация», перейдя по которой ребенок может попасть в нашу группу ВКонтакте и задать свой вопрос. Вот. Более того, мы собираем вопросы наших пользователей в ресурсе «The Question» и в ресурсе «Ответы Mail.ru» и отвечаем на вопросы. И за год мы ответили на 16 тысяч вопросов аудиториентов. Значит, для этой работы у меня занимается специальный менеджер по краудсорсингу. Краудсорсинг – это взаимодействие с аудиторией нашего сайта, который общается с нашими пользователями, который стоит в нострие их проблемы, отвечает на их вопросы. И у нас нет ни одного вопроса, на который мы не ответили. Мы отвечаем на все вопросы. Мы можем зайти в нашу группу ВКонтакте и посмотреть, как мы отвечаем на эти вопросы. Значит, что мы планируем делать? То есть мы как бы вот посмотрели, что это очень востребованная работа. Мы хотим в дальнейшем построить кабинет профориентатора на нашем сайте, сертифицировать специалистов и предложить им буквально работу на нашем сайте, на нашем портале. То есть, по сути, мы будем поставлять заказы для рынка профориентации. И все, у кого будет кабинет профориентатора на нашем сайте, сможет просто получать заказы. То есть мы то место, где ходит целевая аудитория. Эта аудитория уже миллион сто в месяц и будет около пяти миллионов в ближайшем будущем. И, соответственно, мы как такой центр сбора информации и воронка для того, чтобы сформировать заказ. И мы будем поставлять профориентаторам заказы по профориентации. У каждого профориентатора будет своя карточка, будет, соответственно, свой рейтинг, будет возможность взять того или иного клиента и возможность использовать наши сервисы в профориентации неограниченном. Сервисы для вузов. Я не знаю, насколько это актуальная информация для вас. Есть представители вузов, которые планируют продвижение вузов вообще? Потому что в зависимости от этого я смогу... Валидность и надежность тестов, значит, эти тесты классические, они подтверждены, их валидность и надежность. Все ключи я использовала те, которые используют авторы. Поэтому эти тесты валидны и надежны с точки зрения того, как их сделали их авторы. Вот, я не использую какую-то отсебятину, да, это классические тесты профориентационные. Когда мы будем интегрировать в кабинет профориентатора профессиональные тесты, это будут тесты партнеров. Я не буду тоже делать самостоятельных тестов. Вот, все тесты будут валидны и надежны с точки зрения... То есть я оценю, с кем работать. Я, предположительно, буду работать, уже говорила с партнером, это центр профориентатор МГУ. Вот, скорее всего, я буду работать с ними и буду использовать их инструменты для такого кабинета. Вот, то есть я буду использовать надежных партнеров, проводников, которые создают профессиональные тесты. Вот, для такого кабинета. Надеюсь, ответила, да. Значит, то, что касается сервиса для вузов. Для кого актуально? Есть ли люди, для которых актуальны сервисы для вузов? Я туда более подробно или более неподробно остановлюсь на этом пункте. Поставьте плюсики, для кого актуальна информация по продвижению вузов. Есть один человек. Больше нету. Два человека. Хорошо. Значит, вуз также имеет, ну, как бы, возможность продвигаться на нашем сайте. Есть возможность разместить... Значит, мы размещаем информацию в вузов бесплатно, но внимание к аудитории, к вузу может быть разное, да. Вы можете просто находиться в списке, а можете находиться на приоритетных местах. И мы продумали 26, 27 метров приоритетного размещения, где идет ротация вузов, которые оплатили услуги. Соответственно, есть какие возможности. Самый ценный вообще ресурс наш – это CRM-система. То есть вот все, что вы видели, да, с абитуриентами происходит. Вся эта информация по активности абитуриентов с контентом вуза записывается в базу данных и доступна для просмотра по конкретному вузу для представителя вуза. То есть он видит список абитуриентов, которые интересовались конкретными программами, факультетами, вузом, и видит степень их интереса к вузу. Сохранил в избранном, прошел тест шансов, сказал, что буду поступать и так далее. То есть это все этапы, воронки продаж, воронки принятия решений. И вот мы так каждого абитуриента можем видеть. Также абитуриенты у нас проходят небольшое тестирование, они говорят статус, вуз, они говорят готовы или не готовы поступать на платное обучение. И таким образом вуз может понимать приоритеты с точки зрения работы с абитуриентами. Вуз может выгружать этих абитуриентов в Excel, может их приглашать на дни открытых дверей. Мы это тоже можем сделать для вуза, рассылку сделать, да. Вуз может взаимодействовать, отвечать на вопросы абитуриентов непосредственно на нашем сайте с отправкой письма с нашего сайта, брендированное логотипом этого вуза. И есть возможность, собственно говоря, все функции CRM-системы. Можно там выделять области работы для разных факультетов, можно работать с разными... То есть там достаточно много функций, не буду останавливаться. Для кого интересно, можно будет потом отдельно пообщаться. Это функции CRM-системы. Тут, пожалуйста, и статистика, вся статистика. Можно отвечать на вопросы абитуриентов, можно строить автоматические коммуникации, можно настраивать дополнительные действия. У нас есть большой блок, связанный с рекламой. Здесь можно оформировать рекламные ссылки, можно делать лендинги. Лендинги можно делать, уникальные лендинги, которые позволяют вам принимать трафик прямо непосредственно с CRM-системы и понимать, с какого источника у вас пришел какой человек. То есть такая возможность есть. Можно самостоятельно ввести календарь мероприятий. Сюда можно помещать неоткрытых дверей, подготовительные курсы, олимпиады и прочий контент. Ну и статистика. Статистика по всем действиям, по всем просмотрам. В общем, все, что происходит с контентом ВОЗа, это доступно для анализа и сравнения. Вот так выглядит, собственно говоря, сама CRM, список абитуриентов и возможность фильтрации по огромному количеству признаков. Так выглядят сообщения, список сообщений, где тоже можно обрабатывать сообщения и работать со сообщениями. Это статистика. Статистика, на самом деле, чтобы вы понимали масштаб статистики. Вот здесь конкретный ВОЗ, ну за год это миллионы просмотров контента ВОЗа. И в базе ВОЗа могу называть топовые. То есть больше всего у нас этот сервис CRM-системы работает с февраля 2017 года. Вот ВОЗ, наш питерский политех, получил 16 тысяч абитуриентов в базе. Неужели получил 13 тысяч абитуриентов в базе. Небольшой ВОЗ такой, как Университет профсоюзов, да, он получил, он разместился у нас в мае 2017-го. И к августа 2017-го у него уже было 5 тысяч абитуриентов в базе. То есть наш сервис работает как лидогенератор, который аккумулирует абитуриентов внутри, да. То есть для ВОЗа это бесценный инструмент сбора собственной аудитории, работы собственной аудитории. Не буду дальше подробно останавливаться на… А еще один инструмент интересный – это лендинг. У нас есть конструктор лендинга, потому что, ну, как бы, это обычная стандартная задача ВОЗа – пригласить людей на деревья, или пригласить на какое-то мероприятие. Именно для этих целей сделан инструмент лендингов. У ВОЗов, как правило, есть проблема. Опять звук? Скажите, пожалуйста, кто меня слышит, кто меня не слышит, я перезагружу туда экран. Хорошо, я это сейчас перезагружу. Продолжение следует... Все меня слышат? Я перезагрузилась? Да, отлично. Все, значит, я говорю о том, что ВУЗ имеет конструктор лендингов и может сделать лендинг, который прекрасно смотрится на мобильном телефоне и взаимодействует с молодежной аудиторией. Таким образом, на очень качественном лендинге. И собирать этих людей в свою базу, где все аккумулируется со всеми активностями, которые делает человек. Вот. Общая статистика. Не буду, опять же, остановиться на сервисах для ВУЗов. Не так много людей в этом заинтересованы. Продолжение следует... Интернет-модер. То есть мы представили информацию ВУЗа в таком очень качественном виде. И каждый ВУЗ может себе позволить это сделать. И поэтому мы даем возможность ВУЗу сделать рекламную площадку со всем этим контентом. Можно убрать наши логотипы и оставить только логотип ВУЗа, информацию ВУЗа. И такая площадка, она будет готова для приема рекламного трафика из любых источников. Вот если у ВУЗа есть такая задача и такое желание, то это можно сделать. Это просто вот я провискаю, да, вот варианты, как это выглядит. Рекламные компании, в отличие, это тоже для ВУЗа. Вот интересные показатели рекламной компании 2017 года и ее итоги. Сколько было визитов, посетителей, просмотров. Очень была высокая активность. У нас падали все сервера. Звук стал хуже снова. Как сейчас слышно? Как сейчас слышно? Нормально слышно? Не плывет звук? Отлично. Все хорошо. Тест шансов прошли больше миллиона человек только в июне. Это практически 70 абитуриентов, 70% всех абитуриентов 2017 года. Мы также анализировали, насколько ВУЗы же вывешивают списки подающих документы. И мы анализировали несколько ВУЗов. И мы пришли к тому, что порядка 35% тех, кто содержится в CRM-системах, ВУЗов подали документы. То есть, наш инструмент очень эффективен с точки зрения работы с абитуриентами. Планы развития сервисов. Что мы планируем делать? Буквально сейчас мы уже готовим к выпуску сервис отчетов по ВУЗов. То есть, одно дело, стандартный формат информации на сайте с множеством разных элементов замерло. Давайте я перезагружу еще раз. Перезагрузиться павел, скажите, пожалуйста. Как слышно меня? Камеру не включаю. Все, отлично, хорошо. Значит, я начала говорить о наших планах. Какие у нас планы развития. И сейчас у нас мы готовим к выпуску сервис отчет по ВУЗам. Что это такое? То есть, ребенку нужно выбрать 5 ВУЗов, которые он подает заявление. Когда он уже определился с этими ВУЗами, он может их в специальном сервисе выбрать к сравнению. И получить вот такие красивые визуальные отчеты, сравнение конкретных 5 ВУЗов. Вот это вот сервис, он будет платный, который мы сейчас готовим. Стоимость этого сервиса будет смешной, 120 рублей. То есть, это все будет сервисом, который ребенок сможет самостоятельно принять решение купить. То есть, цена всегда будет маленькой этих сервисов. Но при этом мы даем 50 параметров сравнения. И эти параметры сравнения для конкретных 5 ВУЗов представлены в таких красивых визуальных формах. Мы также... Вот это очень интересный инструмент. Когда ребенок выбрал эти 5 ВУЗов, он получает рейтинг ВУЗов. И этот рейтинг можно настраивать под себя. Потому что из этих 50 параметров, каждый параметр будет иметь разную значимость. Ребенок может настроить самостоятельно значимость параметров различных, выбрать те, которые для него значимы. Вот. И наш сайт перестроит рейтинг ВУЗов с учетом критериев конкретного человека. Вот. А по каждому блоку, то есть здесь 10 блоков, по 5 примерно критериев тоже есть рейтинг промежуточный. И как бы можно посмотреть детально описание каждого критерия. Вот. Это вообще как бы такой сервис, который придуман буквально недавно. И мы думаем, что это будет очень интересно абитуриентам. Я сейчас провожу исследование, выкладываю скриншоты, насколько это интересно ребятам. И исследование показывает, что 90% ребят считают, что это вау, что это вообще супер сервис. Вот. Значит, это первый сервис, который мы запускаем. Также мы планируем сравнение профилей, сравнение специальностей, сравнение программ, сравнение профессий. То есть будут такие отчеты по разным-разным объектам принятия решения. Вот. Все можно будет настраивать критерии. Это вот такая уникальная разработка, которая позволит визуализировать данные для того, чтобы решение можно было принять быстро, просто. И как бы быть уверенным в своем решении. Если вы заметили, значит, вы видели объекты принятия решения на нашем сайте, связи между ними. И то есть наш сайт как бы формирует инфраструктуру для принятия решения, информационное поле принятия решения. И мы задумали сделать так, чтобы информационное поле было живым. И первый элемент вот этого живого информационного поля, это вы видели отчеты онлайновые по рынку труда профессии, вы видели отчеты, значит, по заработной плате выпускников и трудоустройству выпускников. Это вот элементы живой информации вокруг объекта принятия решения. Но мы подумали, что очень важно, чтобы вокруг таких объектов, как профессии, вузы, формировалось поле выпускников, поле профессионалов. И мы задумали сервис, который будет называться «Социальный разум». Мы сейчас консультируем ребят во Вконтакте, но мы решили, что мы ограничены, что мы можем привлечь огромное количество экспертов для консультации ребят. Пришел ребенок, у него есть вопрос, вопрос, куда поступать, нужно ли мне там поступать на психолога, кем я хочу быть и так далее. Эти вопросы он может задать экспертам, задать людям, которые компетентны в тех или иных вопросах. В этом, собственно говоря, задумка сервиса. Есть темы, есть эксперты, можно выбрать, задать вопрос конкретному эксперту. В чем ноу-хау этого сервиса? Ноу-хау этого сервиса заключается в том, что весь контент ответов вопросов и блогов будет связан с объектами принятия решения. И у каждого объекта принятия решения появится закладка живого социального поля. И, соответственно, у ребенка будет такая возможность. Также за каждой профессией мы планируем закрепить экспертов. Я написала об этой идее в Фейсбуке, и огромное количество моих друзей, компания SkyM, компания Нетология и множество других моих друзей сразу же начали расхватывать профессии нашего каталога профессий. То есть у профессии появится эксперт, который будет формировать живое информационное поле профессии. Он будет отвечать за описание профессии, он будет отвечать за видео профессии, он будет отвечать за то, чтобы там появлялись статьи о профессии. Чтобы, если у кого-то есть вопрос по этой профессии, можно было задать и получить ответ. Вот это все будет прямо вот живой контент, живая связь с рынком у каждой профессии. Я думаю, что не у каждой, конечно, но те, которые возьмут эксперты, каждый эксперт возьмет под себя определенное количество профессий и будет вот с ними заниматься. Для компании, для эксперта это определенный брендинг и продвижение, а для ребят это бесценный, в общем-то, сервис, возможность задать непосредственно вопрос эксперту. Информация для сравнения вузов откуда? Из отчетов мониторинг? Да, конечно. То есть информация для сравнения вузов, она берется из нескольких источников. Первое – это мониторинг вуза. Второе – это заработная плата и трудоустройство выпускников. Это тоже официальный отчет Министерства образования, а также данные нашего сайта. То есть наш сайт имеет большую дату, бигдата, который собирает всю информацию о интересах, о действиях, о просмотрах, о том, какие тесты шансов прошли. Вы можете посмотреть на сайте, у нас есть отчет, мы анализировали, какие данные вводили выпускники в тест шансов и как мы прогнозировали проходной балл в разных вузах на разных специальностях. То есть наш сайт обладает огромным массивом данных онлайновых, которые мы можем, соответственно, соединить с разными официальными данными, получить уникальные срезы информации благодаря этому. И причем мы можем это делать онлайн. Эти отчеты, они тоже живые. Если вы купили у нас такой отчет, этот отчет полгода или год будет живым. При изменении любых данных мы будем вам направлять уведомления об изменении, вы будете анализировать изменения. То есть мы делаем отчет плюс мониторинг, да, то есть все данные будут живые и меняться непрерывно. Данные о том, какой процент поступающих доволен выбранной профессии, пока на уровне обучения благодаря работе вашего сайта. Хорошей идеей, можно делать такие опросы непосредственно на объектах принятия решения. Кстати, то, что касается вопросов социального разума, здесь как раз можно делать сервис так же, как есть во Вконтакте опросов, да, наверное. И это было бы тоже как бы целесообразно, кстати, хорошая идея для сервиса социальный разум. Спасибо. Спасибо. Вот. Также вот я говорила о том, что мы планируем разделы сайта по СПО, и это наш персонаж для СПО. И также планируем раздел сайта по дополнительному профессиональному образованию, и это наш персонаж для сайта дополнительного профессионального образования. Логика этих разделов сайта будет такая же, как по высшему образованию. Все профессиональные, все программы будут связаны с профессиями. Вот. Сейчас, минуточку. Вот. Ну, собственно говоря, это все, что я хотела рассказать. Готова отвечать на вопросы. Пожалуйста, жду ваши вопросы. Часто сайт ВУЗа прекрасен, а ВУЗ оказывается неаккредитованным, либо, ну, конечно же, эта информация вся присутствует, аккредитованный или нет, государственный или нет. То есть такая информация есть. Вам тоже спасибо за внимание, потому что, собственно говоря, я делала презентацию своего проекта, но я думаю, что он реально полезен. Полезен и ребятам, полезен и родителям, полезен ВУЗам и профориентаторам. Каждый для себя что-то найдет интересное и любопытное на этом сайте. Спасибо вам тоже. Павел. Подводите итоги. Коллеги, всем спасибо за то, что пришли на наш вебинар. Я с удовольствием его сам послушал, получил удовольствие. Я думаю, что мы, если Алла согласится, пригласим ее еще где-нибудь ближе к приемной кампании, скажем, в апреле или в мае. Ну, как договоримся. И я попрошу наших слушателей в следующий раз пригласить людей из приемных компаний, из приемных подразделений, чтобы они тоже нас послушали. Я не уверен, что наша рассылка охватила всех этих наших коллег. Ну, постараемся в следующий раз их привлечь. Ну, я думаю, что даже для тех, кто сегодня пришел, эта информация была просто супер. Потому что таких сервисов в России, ну, просто раз-два и обчелся. Я бы даже сказал, единственный такой сервис по степени глубины обработки информации. Ну, что ж, Алла, спасибо огромное. Всех, кто присутствовал, я приглашаю на наши следующие вебинары. Мы постараемся приглашать таких же интересных людей. Алла, надеюсь, на встречу весной. Да, хорошо. До свидания. Всем спасибо большое за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok